Давайте продолжим. Такую операцию можно проводить последовательно, то есть здесь нельзя, должно быть три координаты, здесь может быть 50 координат и можно сделать 50 таких разложений. Но при этом есть тоже ряд ограничений, мы сейчас о них поговорим. Ну вот в целом, как формулируется метод карт, значит вы задаете эту целевую функцию, функцию цели, которая описывает эту поверхность в вашем пространстве. Задаете ее как функцию от координат, то есть если у вас система третьего порядка с тремя координатами, то это будет функция трех переменных. Вот если там будет пять переменных, соответственно будет функция пяти переменных, то есть это некоторая нелинейная функция, которая задает гиперповерхность вот в этом пространстве. Трехмерная поверхность — это трехмерная система, линия кривая, если это двухмерная система, и если это пятимерная, то это будет пятимерная поверхность. Это то, с чего вы обычно начинаете. Формулируете, как вы будете раскладывать вашу систему на части. После этого вы должны задать эталонную модель движения к вашей поверхности. Она задается в пространстве этой функции. Ваша функция описывает трансформацию из исходного пространства координат в некоторое виртуальное пространство этой функции. В этом пространстве виртуальном вы формируете… У вас это пространство одномерное за счет того, что вы ввели преобразование из пяти координат в одну, из трех в одну, из двух в одну. У вас это называется макропеременные. Это не исходные переменные, это некоторая виртуальная переменная, для которой задано преобразование из вашего исходного пространства в это новое виртуальное пространство. Вы получаете систему первого порядка в пространстве этих переменных ψ. Причем вы можете каждый раз посчитать, где конкретно находится ваша система в этом пространстве за счет вычисления этой функции. Вот как тут показано, что вы начинаете в координате 6,6 и постепенно спускаетесь через 1 к 0. То есть у вас получается такая система, в которой нужно выйти из произвольного значения, привести систему к 0. То есть такая простая задачка. Соответственно, у вас есть переменная ψ, вы формулируете для нее эталонную модель движения. Тоже как некоторую функцию от ψ и от ее производных. В точности по аналогии с тем, как это было в методе эталонной модели. То есть вы задаете некоторую эталонную модель движения, считаете там коэффициенты, если необходимо, проверяете, что ваша эталонная модель удовлетворяет тем требованиям, которые вас интересуют. Ну, в данном случае нас интересует требование того, чтобы положение равновесия было в точке 0, и чтобы это положение было единственным, и система была устойчива. Значит, единственность мы в методе эталонной модели обеспечивали за счет того, что выбирали линейную эталонную модель. То есть в линейной системе у вас всегда будет единственное положение равновесия. Значит, проверяли через вычисление, вычисление, приравнивание производных к нулю, мы вычисляли координаты положения равновесия и их зависимость от коэффициентов уравнения. Ну, в данном случае нас интересует 0, поэтому, как правило, для этого достаточно будет вот эту C3 поставить равную 0. Вот, чтобы у нас координаты были 0. Ну, у нас даже система будет первого порядка, поэтому там, на самом деле, все еще проще будет. Вот, и третье, мы проверяли устойчивость, то есть смотрели матрицу собственных чисел и смотрели, чтобы эти собственные числа имели отрицательные вещественные части, да. Но если у нас система первого порядка, то у нас никаких матриц, матриц у нас вырождается просто в одно-единственное число, которое будет являться как раз собственным числом. Вот, поэтому, как правило, там еще проще делается. То есть просто требование, чтобы, собственно, число было отрицательным. Никаких вещественных чисел здесь уже не будет, вот, просто число должно быть меньше нуля. Ну, в зависимости от того, чем больше будет модуль этого числа, тем жестче будет ваша система, то есть тем больше будет запас устойчивости. Вот, имея такую систему, проверив, что вот эта система виртуальная, она будет устойчива относительно положения равновесия, мы, соответственно, можем посчитать функцию управления. Вот здесь будет такой вот прием, который был введен в методе ACAR. Значит, они используют, используются правила дифференцированной сложной функции для того, чтобы из вот этого вот уравнения, эталонной модели, которая является устойчивым относительно нуля, ну, при подходящем выборе T, значит, оно будет устойчиво относительно положения равновесия, это положение равновесия будет единственным, то есть если правильно к нулю, можно понять, что всегда будет ноль и всегда будет единственная положение равновесия. Вот, и подобрав T, ну, можно перенести T в правую часть, понять, что если T положительное, то в целом у вас эта система будет устойчивой. Вот, то вот при этих условиях нам достаточно просто сделать обратное преобразование координат, то есть перейти теперь от переменной ψ, перейти к переменам x1, x2, xn. Вот это делается по правилу дифференцированной сложной функции. То есть у нас ψ, это функция от многих переменных. Нам нужно посчитать производную. Ну, здесь, понятно, это просто подстановка делается вот этого вот сюда. А здесь нужно будет посчитать полную производную по времени вот этой функции. Вот это делается через правило дифференцированной сложной функции. То есть производная сложной функции это будет сумма частных производных функций по каждой переменной помножены на полную производным по времени каждый из этих переменных значит переменные функцию с частной производной можно просто посчитать если вы эту функцию задали вот полные производные по времени от этих координат у вас даны по условию то есть это по сути вот вот эти вот уравнение, которое у вас на входе приходит. Вот у вас полные производные. То есть сюда вот пойдут эти вот функции F. И самое главное, что в одной из этих функций F окажется функция управления. То есть как только вы сделаете вот эти подстановки, вашу эталонную модель, у вас на выходе получится уравнение, где появится функция управления. Вот и дальше так же, как в методе эталонной модели, можно будет выразить эту функцию управления через все остальные элементы и получить нелинейную зависимость, которая описывает как раз вот это вот движение, ну, вернее, описывает как вашу исходную модель объекта, которая до лампочки вот на эти, она там как-то по-своему живет, вот, как позволит вам получить функцию нелинейную, которая будет преобразовывать там исходную модель объекта вот в это вот, в то поведение, которое вы ждете. То есть чтобы вы двигались сквозь этот слоеный пирог на некоторую кривую, на некоторую поверхность. Вот, в этом, собственно, основной, одна итерация вот метода ACAR. Вот, а дальше, если у вас система высокого порядка, да, вы, уже попав вот на эту поверхность, вы начинаете снова повторять, снова вводите функцию новую, то есть там, например, первая была, это Psi1 движение по этому слоеному пирогу, а теперь вот здесь вот пространство вот этой поверхности вы создаете новый слоеный пирог, уже там двухмерный слоеный пирог, да, с линиями просто, какие-то кривые, которые описывают такое вот расслоение. Вот, и в этом расслоении вы снова вводите слой, к которому вам нужно привести систему, который, соответственно, для которой повторяете все то же самое. То есть формулировали вот это уравнение вот этого вот слоя, уже двухмерного, выбрали эталонную модель движения, можно брать ту же самую, можно придумать какую-то свою, доказали, что эта эталонная модель удовлетворяется тем требованиям, которые у вас к системе предназначены, и провели, используя правила дифференцированной сложной функции, получили вот это локальное управление. Вот, таким образом вы можете раскладывать систему на компоненты. В этом основная вот идея метода ACAR, то есть такая последовательная декомпозиция системы. Вот, ну, тут просто показано, как это дифференцирование сложной функции, да, что полная производная по времени, это производная по каждой переменной, помноженная на полную производную этой переменной по времени. Вот, через сумму. Вот, где вот рано или поздно у вас появится некоторая зависимость от U, которую вы можете использовать для того, чтобы потом посчитать управляющую воздействие. То есть вы подставляете это значение для полной производной, подставляете само значение функции сюда, вот, и получаете такое вот хитрое выражение, где у вас появляется управляющая воздействие. И дальше вы можете управляющие воздействие выразить через все остальное. Вот, здесь сразу же есть подводный камень, значит, у вас есть обратная функция, да, то есть у вас U зависит от G. Вот, соответственно, для того, чтобы посчитать вам U, выразить, да, вам нужно посчитать обратную функцию. Вот, обратная функция не всегда существует. Вот, значит, если, например, у вас здесь квадратичная функция, вот, то у вас, у нее есть два решения. Соответственно, у вас управление может быть, как бы иметь два решения, да, например. Вот, сразу возникает вопрос, о какой из них лучше. Вот, там сразу начинается много разных интересных вопросов, ну, интересно в кавычках. Вот, например, у вас эта квадратичная функция может не иметь решения. То есть у вас, ну, решение будет комплексным, например. То есть во всех этих случаях сразу идет речь о том, что ваша задача чего-то не хватает. Обычно это возникает тогда, когда у вас, например, есть ограничение на управляющее воздействие, то есть оно у вас не просто там линейно как-то входит, как у нас здесь, например, было в простом таком примере, где мы просто вот, ну, просто оно линейным образом входит, и вы можете всегда выразить и без всяких квадратов, корней и прочего. Если, соответственно, у вас есть какая-то нелинейность, то есть у вас, например, есть звено насыщения от этой функции управляющей, то когда вы будете считать обратную функцию, у вас появится некоторая область, где управления не существует, например. То есть вы, в принципе, не в состоянии при вот вашей постановке задачи, при вашей вот этой функции ПСИ, при выборе определенных коэффициентов этой талонной модели, вы не можете обеспечить желаемое поведение системы. То есть система нетрансформируема. То есть это вот есть некоторые физические ограничения, которые препятствуют трансформации системы. То есть, ну, грубо говоря, у вас просто там привод недостаточно мощный, чтобы систему сдавить нужным образом. Вот здесь у вас есть как бы ряд вариантов, как поступить. Там самый простой вариант – взять привод помощнее, то есть подобрать мощность. Вот, но это не всегда возможно. То есть есть множество задач, где у вас просто уже есть какое-то железо, и вы ничего не можете сделать с этим. То есть оно у вас просто есть. Вот, и вам придется тогда придумывать, как поступить. То есть либо выбирать другие функции, которые не будут требовать такого силы воздействия. То есть какие-то более такие хитрые, витиеватые, которые там пытаются по максимуму использовать возможности самого физического процесса, чтобы он его не силой сдавливает, а чтобы он там просто в нужный момент подтолкнуть его, чтобы он выходил на эту траекторию. Вот, кроме того, там саму вот эту поверхность выбирать таким образом, чтобы не требовалось управляющее воздействие, чтобы на ней удерживаться. То есть это какая-то, может быть, какая-то поверхность, которая существует в самом объекте. То есть объект, попадая на эту поверхность, сам по себе начинает здесь существовать без вашего участия, без внешнего воздействия. Вот, и кроме того, вы можете еще просто показать, что даже несмотря на то, что, например, у вас тут управление в чистом виде не существует, но в какой-то определенной области, в которой вы работаете, оно как бы существует. То есть глобально оно не существует, но локально, там, где вы, где конкретно ваш технологический процесс протекает, там все окей, все нормально. Вот. То есть у вас как бы есть несколько опций. То есть либо увеличить мощность вашего управления, чтобы вот такие ограничения обойти, либо доказать, что эти ограничения для вас не критичны, то есть они в той области, в которой вы существуете, они на вас не действуют. Вот. Либо пытаться подбирать вот эти поверхности и вот эти эталонные модели таким образом, чтобы вам не требовалось большое управление. Вот. То есть тут есть определенный произвол в выборе этих поверхностей, произвол в выборе эталонной модели, произвол в выборе параметров эталонной модели, вот, которые вы можете использовать для того, чтобы решить вот эту проблему, связанную с тем, что управление просто не существует при трансформации. Это вот такая особенность нелинейных систем, которая всегда портит картину. Вот. Но эта проблема есть не только в нелинейных системах, даже если вы ПИ-регулятор, ПИ-регулятор будете использовать, вы все равно, скорее всего, наткнетесь на вот эту проблему, когда у вас, грубо говоря, ваш привод недостаточно мощный для того, чтобы систему управлять. Там у вас все насчет того, что появится некоторая колебательность в системе, например, либо некоторая статическая ошибка, вот, ну и вплоть до того, что у вас просто система может стать неустойчивой. То есть, грубо говоря, она пойдет там до единички и до нуля уже даже не опустится, она просто здесь останется, и дальше у вас просто мощности привода не хватит, чтобы перевести вашу систему ниже. Вот. Про это нужно всегда помнить, когда вы особенно вот этой алгеброй занимаетесь, с этими уравнениями, потому что уравнение вы можете и на ноль поделить, и ничего страшного не произойдет. То есть, ну, это просто формула, она ни о чем не говорит. Но если как бы этот ноль появится у вас, например, в управляющем устройстве, то есть в виде программы, да, вы можете там словить какую-то ошибку, просто контроллер выдаст ошибку и перестанет вообще управлять системой. Вот. Поэтому всегда нужно, конечно, вот это вот решение итоговое всегда его анализировать с точки зрения, в первую очередь, существования, что во всех точках, где ваш технологический процесс протекает, у вас та функция существует, что там не будет никаких бесконечностей, делений на ноль и всего прочего, и комплексных чисел. Вот. И, во-вторых, нужно, конечно, еще анализировать чувствительность. То есть у вас может быть и все хорошо, да, но чуть-чуть у вас там систему пошевелите, и у вас там, например, нули какие-то появятся, деления на ноль появятся. То есть вот к этому тоже нужно, тоже об этом нужно думать. То есть такие классические вопросы, как существование, единственность, чувствительность вашей функции управления. Вот это особенность всех нелинейных аналитических методов, что всегда нужно на это обращать внимание. Вот. Ну, что еще тут? В принципе, это такое общее описание метода ACAR. То есть как переходить вот в многомерных системах, применять метод талонной модели для последовательного разложения систем. Ну и главный вопрос тут, конечно, как выбирать вот эти функции PSI, потому что с талонной моделью мы посмотрели там все достаточно просто, ну, относительно просто. Вот. Если не считать вот этих вот вопросов существования, да, то, в принципе, все достаточно просто. Вот. Вот. А самое интересное, как выбирать эти функции PSI, то есть как все-таки эти поверхности создавать. Вот. Ну, здесь тоже есть некоторые, некоторые соображения. Значит, ну, вот идея тут тоже так кратко изображена, и мы ей будем пользоваться, в том числе в заданиях, которые вы будете на экзамене решать, которые в курсовом проекте у вас будут. То есть мы формируем задачу, как разложение последовательного координата. То есть у нас есть функция управления, канал управления, через который мы воздействуем на объект, например, какой-то привод там или клапан, который там рабочую жидкость подводит, рабочий материал подводит в систему. Вот. И есть некоторое разложение ваших уравнений, вашей системы на набор компонент. То есть по координатам. То есть, грубо говоря, у вас первое управление действует, например, на x1. То есть в уравнении дифференциальном по x1 у вас присутствует это управляющее воздействие. Мы говорим о том, что управление напрямую действует на x1, переменную x1. Дальше мы смотрим, что для уравнения, для переменной x2 у нас на нее может воздействовать x1, а x1 на нее воздействует управление. То же самое для x3. Значит, у x3 воздействием является x2, у x2 воздействием является x1. x1 напрямую зависит от управления. То есть мы таким образом выстраиваем такую, прокапываем канал в системе до нужной нам перемены. То есть мы хотим управлять переменой x3, которая напрямую не зависит от управления u. Вот. И мы как бы прокапываем такой канал через другие переменные. Мы видим, что u воздействует на x1, x1 воздействует на x2, x2 воздействует на x3. Вот. И таким образом мы вот такой канал прокапываем, получая доступ к этой переменной x3. И дальше используем метод TACAR для того, чтобы последовательно систему вот раскладывать. То есть сначала мы сжимаем ее до переменной x2, x3 на первом этапе. Потом сжимаем просто до переменной x3. Вот. И дальше уже в пространстве x3 мы формулируем систему управления. То есть, ну, собственно, само управление, которое будет воздействовать на нашу систему. А затем просто делаем обратную процедуру и вычисляем управление u, которое обеспечивает нужное нам поведение для x3. Вот. Это как бы основная идея. Вот. И здесь еще вот тоже важная идея, связанная с неизмеряемыми величинами. То есть мы там первоначально сказали, что мы исходим из того, что у нас все переменные измеряются в нашей системе. Вот. И мы строим функцию управления, зависящую от всех этих переменных. Вот. Но, тем не менее, как правило, это не так. То есть всегда существует ограниченный набор измерений, потому что измерение – это самая дорогая часть системы. Вот. То, как правило, количество измерений ограничено. Вот. И здесь тоже есть такой прием. Он тоже укладывается в рамках метода ACAR. Это построение локальных наблюдателей состояния. То есть для каждой перемены, например, мы x2 не измеряем, мы можем для нее посчитать специальную подсистему виртуальную, которая будет заниматься оценкой x2 на основе измерений x1, x3. Вот. Не всегда можно тоже применить это наблюдение. Есть разные критерии наблюдаемости, которые тоже в теории управления проходили. То есть всегда нужно понимать, что прежде, чем делать алгоритм реконструкции вот этих вот неизмеряемых величин, нужно всегда смотреть на то, а можно ли вообще ее реконструировать. Потому что, если, например, у вас нет x2, x3, то, скорее всего, вы не сможете их реконструировать. Только по x1. То есть у вас должна быть какая-то косвенная информация, которая характеризует поведение x2. В данном случае это у вас координаты x1 и x3. Они у вас характеризуют поведение x2. То есть вы можете косвенно, зная модель объекта, вы можете косвенно понять, как ведет себя x2, не имея реального датчика. Часто это называется софт-сенсор в промышленности. Достаточно тоже популярное направление. Вот. Ну вот мы такой рассмотрим простейший софт-сенсор, который реконструирует значение неизмеряемой x2. Вот это будет такая дополнительная прибавочка, которая создает уже адаптивную систему. Вот. Но это немножко пока не по теме. То есть мы обсуждали все это, как целевые функции выбирать, да? Ну, в целом на целевую функцию будет влиять еще и вот этот вот компонент. То есть помимо разложения на элементы, да, по координатам, то есть прокапывание такого канала от управления до переменной, которую вы хотите регулировать. Вот дополнительно вы по мере прокапывания вы еще добавляете вот такие специальные компоненты, которые тоже будут входить в вашу вот целевую функцию косвенно. То есть вы вот такую создаете в итоге такую сложную целевую функцию, которая одновременно делает и прокапывание вглубь, и одновременно еще строит, там, реконструирует какие-то координаты, которых нет. Вот такая вот хитрая идея, которая позволяет вам решать, по сути, системы, решать задачу синтеза для систем высокого порядка. То есть не только для, там, первого-второго, как мы для метод этого на модели смотрели, а более сложные варианты. У этого метода, конечно, тоже есть ограничения. Самое главное из них – это то, что у вас система должна быть, иметь возможность вот такой декомпозиции, то есть последовательного разложения. То есть она, как правило, состоит из последовательности таких звеньев, каждая из которых влияет на последующее. Вот. Ну, это во многих технологических процессах. Например, у вас там есть какой-то привод, который открывает клапан. Этот клапан подает рабочую жидкость, и эта рабочая жидкость, там, запуская, там, химическую реакцию, и химическая реакция выдает вам некоторую концентрацию, там, или температуру, например. Вот. В таком случае вы можете там представить, что вот это у вас привод, это у вас система трубопроводов, которая подает рабочее тело в ваш реактор, а это у вас непосредственно уравнение реактора. Вот. То есть в таком случае вы можете легко представить такую систему. Вот. Но бывают более сложные системы. Например, в тех же химических реакторах у вас состояние может описываться несколькими координатами, там, например, температура, концентрация одного элемента, концентрация второго элемента и так далее. И там уже будет гораздо сложнее разложить вот эту систему на компоненты, и, возможно, вам придется тогда что-то там выдумывать. Подбирать вот эти вот функции уже как-то эмпирически, то есть искать вот эти вот в пространстве, какие там есть поверхности в пространстве самого объекта, то есть анализировать поведение. Начинается такая уже нетривиальная работа по тому, как ведет себя система и какую конкретно поверхность нужно выбрать, чтобы в этой системе обеспечивался нужный режим, который вам нужен. Но мы этого не будем касаться, то есть все наши системы, которые мы будем работать, они будут иметь возможность раскладываться на такие компоненты, соответственно, у вас такой проблем не будет. Но в голове вы должны держать, что такое, в принципе, возможно. Ну и с точки зрения адаптивной системы, то есть как вот это вот компонент Z добавляется в эту функцию PSI. Идея очень простая, та же самая, что и в PID-регуляторах, в PE-регуляторах. У вас есть интегральная компонента, которая следит за разницей между требуемым значением переменной и его реальным значением. То есть на координат, ну грубо говоря, на начальном этапе у вас действует пропорциональный коэффициент, который прижимает систему к нужному значению. А затем, когда он уже перестает действовать на более таком длительном интервале времени, у вас начинает действовать интегральная компонента, которая накапливает значение ошибки и постепенно так систему тоже прижимает к этой координате. Это такая общая идея P-регулирования. Вот та же самая идея используется, на самом деле, и в методе ACAR. Вот эти вот компоненты, это такие интеграторы хитрые, которые, по сути, прижимают систему к нужному значению. То есть они, на самом деле, даже не столько реконструируют эту вот координату, то есть это не столько наблюдатель, сколько они прижимают систему так, чтобы этот X3 ввел себя так, как нужно. Вот. То есть это такая дополнительная компонента, которая позволяет вам обеспечить адаптивность. Собственно, зачем это нужно, если у вас нет адаптивности, а, собственно, адаптивность в том случае, когда у вас модель отличается от реального объекта. Почти всегда это так. То есть вы всегда вводите ряд упрощений, мы в прошлый раз с вами это посмотрели на примере, систему курсовой устойчивости, когда целенаправленно вводилось ограничение в исходную модель объекта для того, чтобы, например, упростить задачу оптимизации, то есть ускорить процесс вычислений для того, чтобы, в принципе, можно было сформулировать задачу управления. То есть там, например, убирались сложные функции управления с передачами, она трансформировалась в обычную функцию без всяких передач, с логическим правилом переключения. Но на практике, конечно, все эти переключения, они далеки от таких идеальных логических функций, вот, всегда есть какая-то инерционность, всегда есть какое-то запаздывание, вот, и как раз у вас возникает такие вот немоделируемые, так называемые, немоделируемые динамики, которые приведут к тому, что когда вы, например, ваш P-регулятор настраиваете, вы, выбирая подходящий вроде бы коэффициент, проверив все на модели, на практике получаете вот такую статическую ошибку. То есть у вас за счет отличия модели от реального объекта вы получаете статическую ошибку. Вот интегральный компонент как раз нужна для того, чтобы вот эту статическую ошибку нивелировать. В этом такой простейший принцип адаптации для, на базе вот интегральной, нужна эта интегральная адаптация. То есть самый простой пример это P-регулятор, где вы просто у вас есть интегральный компонент, накапливающий значение ошибки, использующий вот это значение ошибки того чтобы доводить систему до конца вот и в том числе вот более сложные варианты когда такая вот интегральная компонента она используется для доводки этой системы x3 переменной x3 до нужного значения то есть рассчитав без z вы выйдете вот на какое-то какой-то окрестность этой x3 желаемого до интегральный компонент который вы вводите в процессе синтеза она позволяет вам вот систему немножко так дожать как бы догнать ее до вот нужного вам значения что это интегральные компоненты как и по регуляторе есть одно один небольшой недостаток что во первых скорость то есть эта компонента интегральная она должна давайте другой другой стороны зайдем этот компонент она вносит некоторую неустойчивость за счет того что это интегратор это лишняя инерционность она вводит колебателем систему то есть у вас систем начинает так чуть-чуть дребезжать ну колебаться так плавно вальяжно вот и в том числе если там совсем неправильно подобрать коэффициенты по регуляторе то она может привести в том числе к устойчивости то есть эта ошибка она будет например слишком сильно действовать да и система не сможет вообще стабилизироваться на этом разнос уходить вокруг этой точки вот по этой причине там например в регуляторах рекомендуется интегральную компа коэффициент интегральный компонент то есть то с какой силой она преобразует это вот отличие накопленную ошибку преобразует в конкретно управляющего воздействия этот коэффициент преобразования брать там два порядка меньше на один порядок на два порядка меньше чем пропорциональный коэффициент который просто придавливать систему в этом случае при таком соотношении вы в принципе интуитивно гарантируете что система останется устойчивой у вас всегда пропорциональный коэффициент будет доминировать над интегральным, а интегральный будет действовать только вот в окрестности маленькой. Поэтому как бы в разнос у вас система уходить не будет. Но при этом у вас, например, интегральный компонент, который производит доводку, она становится такой очень вялой и медленной, и вот эта доводка, она происходит очень медленно. То есть по сравнению с тем, как вы приближаетесь к системе. Вот это вот такой компромисс между точностью системы и ее адаптивностью и тем, как быстро вы можете прийти. И устойчивостью, короче говоря, системы. То есть вы приходите в окрестность быстро, но потом медленно у вас система подтягивается. Вот это такой компромисс и он, кстати, имеет дело и в этих системах методах АКР. То есть когда вы производите вот такую декомпозицию системы, то есть мы не говорим сейчас об общей задаче, когда вы там какую-то подобрали поверхность, мы говорим сейчас о частной задаче, когда вы пытаетесь разложить по отдельным координатам. Здесь вы на каждом этапе будете вводить эталонную модель, в которой будет параметр, определяющий то, как быстро ваша система выходит на цель. Вот. И вот есть такое требование, что у вас вот эти вот на каждом этапе у вас будет свой коэффициент, вот это постоянное время, да, с которого вы выходите на заданную поверхность, что вот эти вот коэффициенты, они должны быть подчинены друг другу. То есть самым мощным и самым быстрым должен быть вот этот процесс внешний, то есть стабилизация, сжатие. Потом на порядок медленнее должен быть вот этот процесс, на порядок медленнее должен быть процесс доводки и на порядок медленнее должен быть процесс вот этого вот сжатия. То есть у вас получается в системе третьего порядка у вас будет на четыре порядка там отличаться, там на три, на четыре порядка отличаться постоянные времени. Вот. То есть у вас получается такая некоторая искусственная заторможенной системы, которая позволяет вам гарантировать устойчивость. Потому что в противном случае вам придется отдельно еще ломать голову над тем, действительно ли у вас будет устойчивая система, если все они будут действовать в одном и том же масштабе времени. Это вот такой основной недостаток этого подхода. То есть вы должны при декомпозиции последовательно задавать все более медленную систему. То есть вот эта система будет наиболее медленной из всех вот этих. То есть самое быстрое будет вот это сжиматься, следующее будет вот это, потом будет вот это, и по-моему самая медленная будет у вас та, которая будет доводить систему до нужного состояния. Ну, либо вот эти две будут, например, на порядок менять, а это будет еще медленнее. Вот. Для чего это может быть опасно? Во-первых, вопрос скорости работы вашей системы это вопрос скорости работы ваших исполнительных механизмов и скорости вашей системы измерений. То есть рано или поздно вы упретесь, То есть вы начинаете, например, отсюда, делаете ее как можно быстро, да, исходя из тех требований, которые, из тех возможностей, которые есть у вашей измерительной системы, у вашей системы управления, потому что, грубо говоря, если у вас управление происходит тоже с помощью какого-то микропривода, там есть скорость, например, ну, какой-то сервопривод, у вас есть скорость перемещения этого сервопривода, то есть как быстро он может менять свое значение. Вот, это будет влиять на скорость работы вашей системы. То есть самая быстрая система у вас будет определять то, насколько быстро вы придете к этой цели, потому что вы будете на порядок увеличивать, уменьшать на порядок скорость работы вашей системы, да, и когда где-то итоговая скорость работы вашей системы будет там на 3-4 порядка медленнее, чем скорость работы самого медленного исполнительного механизма вашей системы. вот такая вот зависимость они всегда нужно помнить то есть когда вы формулируете постоянную времени вот здесь для переменной x3 вы всегда должны держать в голове с какой скоростью у вас вообще исполнительный механизм работает какой скоростью у вас измерения приходят вот то есть как какая какая постоянное времени вот это вот под системой x1 будет которого синтезируете и тогда вот уже на 3-4 порядка вы можете выбрать медленнее вот это вот постоянное времени то есть у вас грубо говоря там x1 у вас менялась частотой там 10 герц раз в 10 миллисекунд вы можете ваш сервопривод там крайнее положение перевести и раз здесь секунды 10 раз за секунду например сюда можете переместиться еще раз постоянное время где-то 0 0 1 например или ну 0 0 1 да ну постоянно времени будет получается до 0 0 1 секунды у вас постоянно времени для вот ваши первые координаты для x3 тогда у вас будет на три порядка это будет это постоянно времени две секунды то есть вы сможете раз две секунды перемещать систему в x3 там от крайнего до крайнего положения вот есть вот такая зависимость нужно всегда не помнить он даже на 2 секунды до получается на 2 порядка да но даже значит получается даже 20 секунд будет то есть несмотря то что у вас исполнительный механизм достаточно быстрый может сто раз в секунду перемещаться туда-туда-обратно из крайнего положения левого в крайнее положение правой вот то итоговая переменная которая будет определять там температуру ваших химическом реакторе она будет только раза 20 секунд переходить там из крайнего положения одного в крайне положение другое вот за счет того что здесь вот такая огромная инерционность то есть есть три последовательных компоненты которые вложены друг друга и того чтобы обеспечить устойчивость вы должны выбирать вот такие вот компромиссы да то есть есть некоторое такое физическое ограничение на то как быстро вы можете менять эту координату теоретически его можно все можно ускорить если вы сможете волшебным образом подобрать другим способом вот эти вот эти кривые кривые поверхности вот это очень нетривиальная задача вот но если вы можете то конечно вы можете значительно оптимизировать вашу систему но такой вот классический подход он предполагает такую последовательную декомпозицию которая силой сжимает систему и дополнительно использует эту мощность и скорость исполнительного механизма чтобы гарантировать устойчивость такой некоторый запас устойчивости вашей системе вот ну сама идея синтеза это вот еще под системы адаптивная она тоже простая выводите дополнительное то есть введя некоторую здесь вот координат того как должна двигаться система x2 с учетом x1 если x1 предполагать как некоторое внешнее управление вот вы можете задать дополнительную координату виртуальную z которая будет характеризовать накапливать ошибку от вашего желаемого значения функции то есть то как вы находитесь находитесь ли вы на вашей заданной поверхности или нет вот то есть тоже некоторый такой интегратор который накапливает ошибку и затем формирование новой функции целевой с использованием этой виртуальной компоненты вот чтобы итоговая была равна нулю то есть и psi должно прийти к нулю да и z то есть накупленная ошибка должна прийти к нулю и таким образом тоже можно вычислить новое управляющие воздействия уже с учетом этой интегральной компоненты